Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Вкратце обзор на сегодня. Вырубка лесов в Дерсиме продолжается уже 5 месяцев. Право народа Арцаха на самоопределение не подрежит обсуждению. Об этом говорится в заявлении Высшего Духовного Совета. Познаем Западную Армению Арабкир. В карфедре арминоведения Тбилисского государственного университета 100 лет. Спонсорские организации будут защищать права о Леви. Освобождение Карса – известная военная операция вопреки приказу Высшего Чина. Поддержим телевидение Западной Армении. Вырубка лесов в Дерсиме продолжается уже 5 месяцев. Сожженные леса в прошлом году под предлогом военных действий в селах Шамоши и Зогар, в провинции Хозад-Дерсима, и сейчас вырубают под предлогом озеленения. Вырубки, организованные властью, продолжаются уже 5 месяцев. Согласно заявлению руководящих органов, вырубка разрешена на 30 гектаров, но сообщается, что на следующем этапе территория достигнет 400 гектаров. Вырубленные деревья перерабатывают древесной уголь, который продается в других регионах. Власть изъявляет, что вырубаются сожженные прошлогодние деревья, хотя на самом деле вырубаются и деревья зелеными листьями. С уничтожением лесов исчезают и населенные пункты. Четко вырисовывается политика ассимиляции, которая приведет к опустошению путем уничтожения природы. Западная Армения фиксирует очередное экологическое преступление, совершенное Турцией на наших исконных землях. Турецкое правительство старается дойти до коренных армян, проживающих на наших территориях, уничтожая генетические ресурсы. Этот вопрос должен получить международный отклик незамедлимо. Право народа Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению, заявил Высший Духовный Совет, приветствуя усилия международного сообщества и дружественных стран, направленные на установление стабильности и мира в регионе и решения конфликта пустем исключительно мирных переговоров. Совет призвал власти Армении приложить все усилия для устранения красных линий в армянском обществе, дискриминации на основе политических взглядов, основанных на ненависти и вражде, здорового диалога с привлечением всех политических кругов для обеспечения национального единства Республики Армения и безопасность Республики Арцах, восстановить территориальную целостность, предотвратить возможные новые болезненные и территориальные потери и последовательно отстаивать право на самоопределение народа Арцаха на международных площадках. Западноармения подчеркивает, проблемы территориальности нужно решить в рамках одной единой доктрине, которая утвердилась еще в начале XX века. Власти Арцаха должны учесть право армян Западной Армении. Познаем Западную Армению, Арабкир. Город Арабкир находится в губернии Малатия-Харберского Валаэта, Западной Армении. Город расположен у подножия Антитаврских гор на возвышенности начала реки Воскегет. Источники отмечают, что Арабкир сначала был крепостью, а затем стал городом. Арабкир находился в красивейшей местности, окруженной садами, в основном из белой шелковицы. Основным ремеслом армянского населения, как в Арабкире, так и в окруженных селах, это шелкоделие, которое было популярно во всей Османской империи, в дальнейшем став известно своим ткачеством. В 1853 году Арабкир имел около 9 тысяч, а вместо с окружными селами – 1800 армянского населения. До 1900-х годов в Арабкире действовало 7 церквей. Арабкир был центром рукописности, где написано несколько десятков рукописей. Вместе с сотнями местностями Западной Армении арабкирские армяне также дважды подверглись экстрадиции и геноциду в 1995 по 1996 и в 1915 годах. Кафедре армяноведения факультета востоковедения Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахашвили исполнилось 100 лет. Об этом пишет Алик.Дже. Кафедра армяноведения была основана в 1922 году в Государственном Тбилисском университете. Со дня основания в университете изучали ряд предметов армяноведения. По случаю столетия в университете были организованы конференции и выставка. На выставке были представлены армянские и грузинские книги, рукописи и различные экспонаты. В конференц-зале у студентов была возможность ознакомиться с исследованиями всемирно известных армянских, грузинских и зарубежных армяноведов, а также изучить древние рукописи, которые хранятся в хранилище Института рукописи имени Корнеля Кекелиндзе. Вопреки решению состоявшего из лидеров партии справедливости и развития, правительство предполагает места сборов МИШИС АЛИВИ, подчинить министерству, также ввести определенные ограничения прав АЛИВИ. Организация проводит огромную работу в соцсетях для распространения информации об акциях и мероприятиях, которые состоятся в Анкаре 7 по 8 ноября. Многие граждане, выбравшие данное направление веры, против этого решения. По этому поводу семь организаций, спонсирующих АЛИВИ, выступили с заявлением, в котором призывают 7 ноября сторонников и лидеров объединиться и оценить ситуацию. В объявлении также говорится, что они примут участие в заседании парламента 8 ноября, чтобы высказать свои возражения, мнения и защитить выбранный ими путь. Лорис Меликовы – это армянский дворянский род, упоминаемый XVI века. Лорис Меликов в 1840-е годы участвовал в сражении против горцев Кавказа в Крымской или Восточной войне. В 1853-1856 годах выделился как командир кавалерии в боях против турок на Карской и Баяндурской боях, получив звание генерал-майора. В 1877-1878 годах армянский военачальник был назначен командиром отдельного Кавказского корпуса, руководил военными действиями на Кавказском фронте в боях Ардагана, завоевал его. В высотах Аладжа уничтожает войска Мухтар-Паши, завоевав родной армянский Карс, пренебрегая приказу высшего чина не приступать к этой операции и переходит к защите Эрзруна. Лорис Меликов был максимально последовательным армянскому вопросу. В последние годы жизни систематически встречался с Нубар-Пашой в Ницце, обсуждая национальные вопросы. Уважаемые соотечественники, телевидение «Западная Армения» не занимается саморекламой. Руководство «Западная Армения», оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, а также дает всем возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, можете поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с «Западной Арменией» и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что «Вестер Армения ТВ» не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – сила! В завершении наших новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Это были новости на сегодня. Оставайтесь миром! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok